Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим руление, взлет и посадку. Каждый самолет в игре ведет себя по своему при рулении и по рулежке. У одних самолетов есть возможность фиксировать востовое колесо, у других нет. Одни делают развороты в любую сторону без проблем, другие имеют с этим трудности. Давайте начнем с руления и узнаем, как разные типы самолетов ведут себя при рулении и какие сложности с этим связаны. Чтобы вы знали, я покажу вам, какие самолеты на данный момент в игре имеют фиксатор хвостового колеса, а какие нет. Вот они. В принципе, вы можете их не запоминать, а просто появившись на нужном вам самолете в игре, нажать соответствующую кнопку. И если в техначате появится надпись, значит этот самолет имеет фиксатор хвостового колеса. Но не на всех самолетах хвостового колеса фиксируются по кнопке. Так, например, на самолете Focus 190 фиксатор срабатывает, когда мы тянем ручку на себя. Давайте зайдем в настройки управления и назначим нужные кнопки. Так, заходим в настройки, назначение клавиш, основное управление, тянем узунок вниз. Фиксатор хвостового колеса зафиксирован свободно. Сюда назначаем клавишу. Также тормоза, колес, шасси здесь у нас для советских самолетов. Левый и правый тормоз, это у нас для немецких самолетов. Запоминаем. При полете на немецких самолетах, вот здесь вот, у вас не должно быть настроек таких же, как и здесь. Или вообще можно просто удалить. Все, нажмем применить. Проходим. Для начала давайте возьмем самолет ЛАГ-3, у которого нет фиксации хвостового колеса. Чтобы выдерживать направление при рулении, вам нужно использовать руль направления, тягу и тормоза. Руль направления может помогать в рулении только при его обдуве. Когда мы даем тягу, винт начинает отбрасывать воздух назад, обдувая киль, на котором находится руль направления. И чем больше обдув, тем больше будет его эффективность при рулении. Также большую роль в рулении играют тормоза колес шасси. Итак, вы появились на аэродроме. Запускаете сразу двигатель. И сейчас давайте я вам расскажу, какие моменты бывают. Если вы решили поиграть в онлайн, то при заходе на сервер, когда миссия только начнется, на стоянке обычно очень много самолетов. И в этот момент происходят чаще всего аварии. Почему они происходят? Смотрите, когда самолет появляется, например, мы стоим здесь, а впереди у нас может появиться самолет еще один. Когда он тронется с места, то место освободится. И мы, например, поедем по этому месту. А в этот момент появится новый самолет. И поэтому мы можем в него врезаться. Поэтому получается авария. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно объезжать это место. Все очень просто. Старайтесь ехать просто левее или правее. Не едьте на то место, где появляются самолеты. И все будет хорошо. Итак, двигатель у нас завелся. После запуска двигателя мы всегда открываем радиаторы. Не забудьте облегчить винт. Обороты винта мотора поставить на 100%. Давайте немного я вам расскажу еще про тормоза. Чтобы вы не забыли, значит, левую педаль выжимаем. Нажимаем тормозную гашетку. Значит, мы поворачиваем влево. Если мы выжимаем правую педаль, нажимаем тормозную гашетку, поворачиваем вправо. Если у нас педали в нейтральном положении, и мы зажимаем гашетку, то у нас тормозят оба колеса. Все очень просто. ВПП у нас вон там, рулежка здесь. Чтобы туда выкатиться, мы даем левую педаль, немного тяги. Левую педаль мы даем для того, чтобы компенсировать. То есть на лаге у нас левое вращение винта. И если мы даем тягу, то у нас ведет самолет вправо. Чтобы компенсировать этот момент, мы даем левую педаль. Руление производится на лаге довольно-таки просто. Никаких сложностей с этим не возникает. Можете интенсивно работать тормозами, педалями. Но старайтесь просто много тяги не давать. Сейчас мы посмотрим, как рулится советский самолет. Дальше мы перейдем к Фокке-Вульфу. Перед выездом на ВПП внимательно посмотрите, нет ли никого на посадке. Если вы в онлайне, конечно. Если никого нет, то можете выкатываться на взлетно-посадочную полосу и готовиться к взлету. Все, мы выкатились, готовы к взлету. Я часто вижу на севере, когда Фокке-Вульфы закручиваются на рулении, их крутят постоянно и они не могут нормально производить руление. Скорее всего, дело в том, что эти пилоты даже, наверное, не знают о том, что есть фиксатор хвостового колеса на Фокке-Вульфе. Фиксатор фиксируется подачей ручки на себя. Мы даем ручку на себя, хвостовое колесо у нас блокируется. Если мы опускаем нейтраль, разблокируется. В принципе, все очень просто. Перед тем, как тронуться, мы его, хвостовое колесо блокируем и начинаем движение. Фокке-Вульф довольно-таки просто рулится, применяя педали тормозом. То есть, смотрите, когда... Вот смотрите сейчас, видите, у меня работают две педали. Это потому я нажимаю как бы одну, хочу нажать правую педаль, а получается нажимается две. Почему? Потому что я вам уже об этом говорил. Потому что в настройках клавиш у меня настроено вот это вот, смотрите. Вот, видите, тормоза, колес, шасси. Убираем. Это потому что стояло у меня на советских самолетах. Если мы хотим летать на советских, то мы ставим именно сюда. Когда мы на синих, мы отсюда убираем. Потому что если мы не уберем, то у нас будут нажиматься две педали. Нажмем применить. И теперь смотрим. Я нажимаю правую педаль, все. Вторая педаль не нажимается. Все. Если мы зажимаем правую педаль, у нас блокируется правое колесо. Если мы зажимаем левую, блокируется левое. Если мы зажимаем обе, то два колеса блокируются. Ну и все. И поехали. Значит, ручку на себя. И нажимая педальки, мы двигаемся вперед. Очень просто все рулится. Довольно-таки, мне кажется, еще фоке-вульф легче, чем лак-3 рулится. Так что проблем с этим нет. Если вы хотите развернуться, просто останавливайтесь. Даете, например, правую сторону. Убираете нейтраль. Хвостовое колесо поставить нейтраль. Теперь убираем, убрали. Значит, зажимаем правой тормоз. Правую педаль даем от себя. И начинаем разворот. Все. Без проблем. Вот так вот рулится фоке-вульф. Идем дальше. На мистер-шмитрах при начале движения бывают проблемы с поворотом направо. Так как винт у нас правого вращения, то мистер-шмитт хорошо поворачивает в левую сторону. А в правую сторону, особенно зимой, он поворачивает очень сложно. Бывают с ним, кстати, такие проблемы. Что нужно сделать, чтобы нормально повернуть без проблем? Для того, чтобы повернуть, нам нужно включить ручное управление. Шагом винта. Включаем его. Делаем. Нажимаем правую педаль. Нажимаем тормоз. Также можно дать немного ручку от себя. И даем оборотов где-то 2000-2200 оборотов. И самолет у нас без проблем начинает разворот. Сделали разворот. И после этого, или уже катимся, и после этого включаем на автоматическое управление шагом винта. Старайтесь это не забыть. Потому что если вы взлетите и забудете про это, то двигателю вашему придет конец. Он у вас выйдет из строя. Итак, мы выкатились на взлетно-посадочную полосу и готовы к взлету. Если ваш самолет имеет бомбовую загрузку, или вы с полным баком решили взлететь сразу по полю, то лучше выпустить закрылки на 15-20%, чтобы увеличить подъемную силу. Это поможет вам оторваться от земли, сократив пробег. Вы должны знать, что на каждом самолете винт вращается в определенную сторону, вправо или влево. Например, большинство советских самолетов имеет левое вращение винта, а немецкие самолеты правое. При взлете, когда мы прибавим тягу, винт будет стремиться развернуть самолет вправо из-за влияния реактивного момента винта. Также на разворот самолета влияет закрученная струя, которая обдувает хвостовое оперение, несимметрично, преимущественно с одной стороны. У нас на лаге винт левого вращения, поэтому струя будет бить по рулю направление справа и стремиться развернуть самолет вправо, то есть в ту же сторону, что и реактивный момент винта. Поэтому мы заранее даем левую педаль от себя и парируя снос в правую сторону, начинаем разбег, прибавляя тягу. Внимательно следим за направлением разбега и стараемся выдерживать правильное направление, регулируя его работой педалей. В руководстве полетной эксплуатации сказано, что при разбеге нужно приподнять хвост сдачей ручки несколько от себя и взлетать с полуопущенным хвостом. Я этого никогда не делал и вам советовать этого не буду, так как можно перестараться сдачей ручки от себя и повредить винт. Тем более, что этот момент опускания носа никак не влияет на разбег и отрыв от полосы. Не мешайте самолету поднимать хвост самостоятельно при достижении скорости более 100 км в час, потянув ручку на себя. Дождитесь набора скорости 180-200 км в час и только после этого плавно потяните ручку на себя. После отрыва сразу уберите шасси, набрав скорость 250 км в час, уберите закрылки и начните набор высоты. Многие пилоты имеют проблемы с посадкой из-за непонимания основных моментов, которые влияют на отсутствие козления при касании полосы. Давайте подробно разберем эти моменты и я покажу вам, как мягко можно производить посадку, используя правильную технику исполнения этих моментов. Для начала давайте посмотрим самые распространенные ошибки при посадке. Одна из ошибок – это слишком большая посадочная скорость. Такая ошибка может привести к скоростному козлению. Козление – это отскок самолета от полосы вследствие ошибки пилотирования и ряда других причин. Дальше скоростное козление может перерасти в прогрессирующее, что может привести к аварии. Если пилот справляется с козлением, то в дальнейшем может не хватить полосы и самолет выкатится за ее пределы. Вторая ошибка – это слишком большая вертикальная скорость. Обычно такая ситуация приводит к 100% козлению из-за снижения горизонтальной высадочной скорости, что также может привести к аварии. Ну и самая распространенная ошибка у новичков – это посадка без выравнивания или запоздалое выравнивание. Такая ошибка также может привести к козлению и привести к аварии. Если вам не удалось избежать козления, то при отскоке не нужно давать ручку от себя, чтобы опустить нос самолета. Вы еще больше осложните свое положение, и это приведет к аварии. Поэтому при отскоке, если у вас есть еще достаточно скорости, нужно выпрямить траекторию полета, отпустив ручку в нейтраль. И когда самолет пойдет вниз, с размерным движением ручки на себя спарашютировать на три точки. Если скорости у вас не осталось, то лучше всего при отскоке дать тягу на 40-50% кратковременно, чтобы выровнять траекторию полета и соразмерным движением ручки на себя спарашютировать также на три точки. Хороший результат будет достигнут методом проб и ошибок. Это прошли все. Итак, давайте разберем все моменты при посадке. Посадка состоит из пяти этапов. Это планирование, выравнивание, выдерживание, приземление, парашютирование и пробега. Планирование самолета до высоты начала выравнивания является одним из ответственных этапов в обеспечении нормальной посадки. Планируя, вы должны поставить прицел на торец взлетно-посадочной полосы и выдерживать скорость таким образом, чтобы при подлете к полосе ваша скорость составляла 200 км в час до момента выравнивания. Если скорость низкая, то прибавьте тягу. Можно выкрутить триммер руля высоты на 50%. Лично мне так легче удерживать самолет, и поэтому я всегда выкручиваю триммер на любых самолетах при посадке. Когда до полосы остается метров 100-200, мы начинаем выравнивание с высоты 8-10 метров. Выравнивание – это переход от прямолинейного равномерного снижения в горизонтальный полет и заканчивать выравнивание, желательно на высоте 1 метр. Следующий этап – это выдерживание, которое производится для уменьшения скорости до посадочной. У каждого самолета своя посадочная скорость и обычно она равна 150-160 км в час. При выдерживании самолет будет быстро терять скорость и вы, прибирая ручку на себя, чтобы оставаться на заданной высоте 1 метр, еще быстрее начнете терять скорость. Вы перейдете к парашютированию. То есть, ваш самолет начнет сам опускаться на полосу из-за потери скорости. И ваша задача – с размерным движением ручки на себя произвести касание полосы в таком положении, в каком самолет стоит на земле. Тем самым вы произведете посадку на три точки. Сейчас давайте посмотрим весь этот процесс со стороны. Итак, мы заходим на посадку. Полоса впереди нас. Выдерживаем направление. Выставляем прицел на начало полосы и начинаем планирование. Выпускаем щитки, выпускаем шасси. Выпуск производится на скорости менее 300 км в час. Планирование производим на скорости в 220-230 км в час. По мере приближения к полосе мы должны играть тягой. Так как скорость у нас будет значительно падать, то можно, конечно же, прибавлять тягу. Выставляйте где-то на 20-30%. Но помните, что подойти к полосе мы должны на скорости в 200 км в час. Потому что в начале выравнивания скорость должна быть такой, чтобы в конце его она еще оставалась не ниже посадочной. Как вы видите, скорость при подходе к полосе была 200 км в час. Я начинаю выравнивание, потом выдерживание и практически сразу идет парашютирование и касание полосы. Далее идет пробег. Пробег желательно начинать не тормозя. Немного прокатитесь, пускай скорость уменьшится. И примерно через 200 метров вы можете начинать уже тормозить. Тормозите с размером нажатием педали право-влево, то есть контролируйте движение, чтобы вы шли именно по полосе и резких сильных нажатий педалей лучше не делать, чтобы вас никуда не заносило и не разворачивало. Сейчас давайте посмотрим посадку в более замедленном действии и рассмотрим все такие нюансы. Итак, мы подходим к полосе, планируем, и за 100-200 метров мы начинаем выравнивание. Выравнивание мы производим до высоты 1 метр, то есть мы должны подвести самолет на 1 метр и начать выдерживание. Вот пошло у нас выдерживание. Выдерживание должно у нас быть прямолинейное, то есть траектория у нас должна быть прямолинейная. Для этого мы тянем ручку на себя плавно, при этом у нас увеличится угол атаки и у нас сохранится подъемная сила. И подходя уже к посадочной скорости, подъемная сила будет падать, и мы будем парашютировать, то есть мы будем медленно спускаться и касаться полосы. Здесь вы должны понимать, что если вы будете делать выдерживание на более высокой высоте, чем 1 метр, то при потере скорости вы можете просто разбиться. То есть у вас будет мало скорости, вы можете просто упасть с большей высоты, поломаете шасси, можете перевернуться, и у вас может заварить самолет на крыло, и вы просто не успеете ничего сделать, и просто плюхнетесь на землю. Поэтому вам нужно обязательно научиться делать выравнивание до высоты 1 метр и далее делать выдерживание. Так как такую посадку с нулевой тягой производить очень сложно, потому что это требует определенных навыков, я предлагаю вам потренировать посадку с использованием тяги. Это позволит вам более точно делать выдерживание, парашютирование, определять высоту при выравнивании и контролировать ситуацию, так как временной промежуток между этапами посадки будет увеличен из-за неубранной тяги, которую вы будете контролировать каждый этап посадки. Для начала вы должны выбрать точку или направление взгляда, при котором вы будете контролировать высоту и выравнивание с выдерживанием. У меня взгляд направлен вот в это вот место, которое вы видите на картинке. При таком направлении взгляда вы можете контролировать приборы, горизонт и оставшуюся высоту. Вам нужно запомнить эту высоту, чтобы вы понимали, сколько под вами осталось высоты до касания полосы, и действовать исходя из этих данных. Чтобы тренировать выравнивание и выдерживание, вы можете зайти в быстрые эмиссии и взять любой пустамулет, на котором вы хотели бы потренировать посадку. Выберите миссию, где нужно взлететь с полосы, взлетите, отойдите от аэродрома на 2 км, набрав высоту метров 300-400, и начните разворот с заходом на посадку. Ваша задача – подлететь к началу полосы на скорости в 200 км в час, начать выравнивание до высоты 1 метр и перейти к выдерживанию. При этом вы должны использовать тягу, чтобы на скорости 170 км в час пролететь над полосой, выдерживая самолет как можно ниже к полосе. Ваши движения должны быть плавными, не нужно резко давать или убирать тягу, так как самолет начнет раскачиваться, а резкие движения ручкой на себя и от себя ни к чему хорошему не приведут. Вот посмотрите, как вы должны научиться пролетать над полосой на скорости 170 км в час. Почему 170? Потому что посадочная скорость обычно равна 160 км в час, и если вы уберете тягу, то скорость упадет до 160, и вы плавно спарашютируете и совершите посадку. Пролетев всю полосу, уберите шасси и щитки, и заново повторите заход. Это упражнение научит вас правильно, соразмерно выбирать ручку на себя, держать самолет в прямолинейной траектории. При этом вы также научитесь чувствовать оставшуюся высоту до касания. После того, как вы освоите выдерживание, можно приступать к следующему этапу посадки, парашютирование и касание полосы. Лучше начинайте парашютирование, немного прибрав тягу. Самолет сам начнет плавно опускаться, вы лишь должны своевременно, соразмерно выбирать ручку на себя, чтобы не дать самолету опустить нос. Приземлившись и начав пробег, уберите закрылки, дайте полную тягу и взлетайте, чтобы опять повторить посадку. Повторяйте заходы, тренируйтесь. В описании к уроку я дам ссылки на скачивание треков с выдерживаниями и посадками. Вы можете внимательно посмотреть их, как в кабине, смотря на управление, так и в внешних видах, чтобы лучше понимать свои ошибки. Знайте, что сейчас в игре можно сажать с зажатыми тормозами, чтобы избежать козления, что я вам показал в треках с выдерживанием. Но в будущем, возможно, разработчики исправят этот недочет, и посадка с зажатыми тормозами будет иметь последствия. В треке с посадкой ЛАК-3 на три точки тормоза не зажимались. Желаю вам успехов, мягких посадок. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok